Новости спорта продолжает эфир УТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Новости спорта. Новости спорта продолжает эфир УТС в студии Кристина Лата. Новости спорта будет происходить оздоровление. То есть здесь дышишь свежайшим чистым воздухом, находишься в лесу и тренируешься на самом современном профессиональном спортивном объекте. Первый проект комплекса был разработан еще в 2014-м, а два года назад регион приступил к его реализации в рамках федерального и регионального проекта «Спорт. Норма жизни». По сути, это первый специализированный легкоатлетический манеж в Новосибирской области. Зал может трансформироваться и для игровых дисциплин, но большое внимание уделяется профессиональному покрытию беговых дорожек и других зон. Найдется место в комплексе и для массового спорта. В центре будут, конечно же, школьники, молодые люди, но отрадно, что сюда уже рвутся просто любители бега и возрастные, которые будут в наши суровые холодные зимние дни иметь возможность здесь согреться и побегать еще и утром, вечером. Я думаю, эту возможность мы тоже будем предоставлять. Открытие комплекса даст новые возможности и для ДЮС США «Кольцовские надежды». Кроме того, здесь будет возможно не только проводить тренировки, но и полноценные соревнования. В зале расположатся трибуны на 200 зрительских мест. Межрегиональный уровень соревнований мы здесь будем проводить. Более того, мы будем претендовать на проведение федеральных тренировочных сборов. То есть, повторюсь, объект профессиональный, объект пригоден для тренировки сборных команд не только субъектов Российской Федерации. Здесь вполне может размещаться и тренироваться сборная команда Российской Федерации при необходимости, учитывая при подготовке к международным стартам, учитывая часовые пояса. «Кольцовский проект» вполне может стать базовым для возведения подобных теплых легкоатлетических комплексов. Реализовать его у себя уже заинтересованы в Архангельске и, естественно, в самом Новосибирске. По словам министра спорта региона, подобные сооружения могут появиться в столице Новосибирской области уже через несколько лет. Кроме Ледового дворца Сибири, ремонт этим летом проходит и на другой старейшей арене города – стадионе «Спартак». Там впервые за десяток лет меняют газон. Какие работы ведутся на поле и вокруг него узнала наша съемочная группа. Часть старого газона у кромки поля уже свернута в рулоны, но пока дальнейшая работа стоит на паузе. Всему виной затянувшиеся дожди. Покрытие должно просохнуть, прежде чем его снимут и уберут. Этот газон, он у нас долгожитель, как и стадион, стадион 90, там уже с лишним лет. А это поле у нас с 2010 года, уже 11 лет. Так, как правило, поля, где играет профессиональная команда, так долго не служат. Мы, конечно, уберегли, но настает все равно критический момент, когда надо поменять. Ну вот, решили в 2021 году поменять. Укладка нового покрытия – процесс трудоемкий, но завершить его нужно к старту футбольного сезона, то есть к концу июля. Для профессионального стадиона есть четкие стандарты искусственной травы. На Спартаке она, кстати, будет отечественного производства. После того, как газон постелят, настанет очередь так называемой засыпки, которая состоит из кварцевого песка, он лучше пропускает воду и резиновой крошки. В отличие от покрытия, которое действительно устарело за 10 лет, остальные системы поля в полном порядке. У нас отличная адренажная система, отличная система подогрева. У нас все хорошо. Возможно, потребуется какое-то выравнивание. Когда снимем старую траву окончательно, будет сделана съемка и посмотрим, где-то, может, какой-то провал будет выравниваться. А так больше ничего не будет. Все у нас хорошо. Кроме работ на поле идет замена деревянных оснований на северной и восточной трибунах. Старые доски либо полностью меняют, либо укрепляют и проводят противопожарную обработку. По окончанию этого процесса на трибунах снова установят кресла. Плюс на стадионе появятся новые турникеды на входах и камеры. Стоимость ремонта 20 миллионов рублей. По окончании всех работ стадиону предстоит пройти процедуру сертификации Российского футбольного союза. На этом выпуск завершен. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин